Христос воскресе! Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христосе, братья и сестры! У Бога много разных имен. Господь наш Иисус Христос тоже именуется в богословии разными именами, характеризующими Его служение. Мы Его именуем и Спасителем, и Агнцем, и Первосвященником, и Царем, и Судьей, и Скупителем. И нам полезно поговорить о том, что же символизирует и объясняет то или иное имя или обращение ко Господу. И вот Господь Иисус Христос часто именуется нами Спасителем и Агнцем Божиим. Поговорим почему. Обрати наше внимание на то, что такое спасение. Спасение — это духовный процесс освобождения человека от вечной гибели и воссоединения его с Богом. Это очень важно понять. Потому что когда мы говорим о том, что Христос пришел в спаси мир, многие понимают его чисто в земном ключе. Что пришел в спаси от голода, от нужды, от болезни и так далее. Да, и от этого тоже в перспективе. Но самое главное другое. Господь Бог, Он прошел спасти нас от греха и от вечной смерти. Вот учение о спасении называется сотериология. От слова «сотерия» — спасение и «логос» — слово. Термин «спасение» подразумевает избавление от смертельной опасности, в котором и находилось вот это гибельное состояние человека, в котором находилось все человечество. Оно было порабощено греху смерти. И сам человек не мог освободиться от этого гибельного состояния. Поэтому Господь и именуется нашим спасителем. Понятие спасения, оно более полное, чем понятие искупления. После воскресения Христа стало возможным спасение для всех людей. И в принципе оно в объективном плане уже совершилось. Апостол Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». То есть Господь Бог нам спасение дарует как дар. Другое дело, примет ли этот дар человек. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня у нас немножко другая тема. Господь называется искупителем. Вот эта тема более где-то сложная в святоотеческом богословии. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою в искуплении многих», говорит в Евангелии от Матфея. И здесь искупление – некая определенная тайна. Здесь не подходят разные рационалистические теории, которые пытались объяснить значение искупления Христова. Проще говоря, от чего Христос нас искупляет. То есть, с одной стороны, был такой подход, такое мнение, которое церковью не приветствуется, было отвернуто. В древнем мире тяжесть проступка зависела от того, против кого он направлен. К примеру говоря, убийство крестьянина отличается от убийства слуги князя. Или, естественно, отличается от убийства самого князя. То есть, вроде бы поступок один и тот же – убийство, но наказание и тяжесть этого проступка разные. И в этой перспективе объясняли так, что проступок Адама сам по себе невелик, ну вот съел там плод, но это был поступок против Бога. И для того, чтобы этот поступок оплатить, то есть, юридический такой поход, заглазить, нужна бесконечная жертва, которая и стала жертвой Христова. Но здесь стоит справедливый вопрос. Справедливо ли получается, если кто-то, допустим, поругался с соседом, а потом сосед решает, так, ладно, я прощу этого моего близкого, ну для того, чтобы мне успокоиться, я пойду, ублю собственного сына. И вот после этого я уже на соседа моего не буду злиться. Конечно, это здесь безумие, это не подходит. Поэтому с этой перспективы мы не рассматриваем Христа как искупителя. Была другая мысль, допустим, что человек попал во власть сатаны, и поэтому Господь такой страшной жертвой как бы его выкупает обратно у сатаны. По этому поводу святой Григорий Богослов вопрошает, не много ли чести дьяволу, что ему нужна жертва сам Бог. По мысли многих восточных отцов, искупление как раз-таки, оно очень часто связано со спасением. То есть Бог проходит на землю для того, чтобы искупить, проще говоря, избавить людей от царства сатаны и от царства смерти и греха. То есть Господь Бог пришел излечить человеческую природу, избавить человеческую природу от болезней. Смерть нельзя просто прогнать. Да, вот смерти нет, а что дальше? Нужно это пустое пространство, образно выражаясь, заполнить жизнью, заполнить созиданием. Сатана считал, что Христос просто праведник и после смерти будет принадлежать ему. Но, по словам Иоанна Златоуста, читаемые на Пасху, от не выдержал присутствие Божие и разрушился. Еще один способ толкования страданий Христа, вот об этом говорит святой Василий Великий, что Господь исцеляет, подобно опытному врачу, как мы уже выше сказали, поврежденную человеческую природу. Идея искупления выражена в символе веры. Нас ради человек и нашего ради спасения. То есть Господь Бог прошел не до того, чтобы человечество у кого-то выкупать, а для того, чтобы человечество, образно выражаясь, выкупить и избавить, проще говоря, от вечной смерти и от вечного греха. Для того, чтобы исцелить поврежденную человеческую природу. Христос также именуется еще Агнцем Божиим, который берет на себя грехи мира. Что такое Агнец? Это ягненок, да, то есть это животное, которое с древних времен пригласилось в жертву Богу во искуплении человеческих грехов. Господь Бог научил людей приносить жертвы, что являлось прообразом крестной жертвы спасителя. Кротость, смирение, чистота, ягненка того невинного животного преобразуют добродетели и служение Господа нашего Иисуса Христа. Вот в этом плане искупление рассматривается как страдание невиновного, страдание непорочного и страдание безгрешного. Вот этот образ основал на реальном опыте рабства. Дети рабов тоже рабы. Для них искупление, освобождение возможно лишь от того, кто сам свободен от рабства. Вот в Ветхом Завете заклание пасхального Агнца, да, это и прообраз будущих страданий Христа. Исайя, пророк в 53 главе говорит, «Господь возложил на него грехи всех нас. Он иссязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца везен был на заклание, и как агнец перед стрягущими его безгласен». И апостол Петр также замечает, «Нетленным серебром или золотом, искупленным и отцуек на жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного Агнца». Образ Агнца, кстати говоря, является главным и в книге «Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова». Для изъяснения этого образа святыми отцами используется термин «божественной правды». Поясним этот термин. Что такое божественная правда? «Мир создан Богом, и он был изначально праведен и существовал в соответствии с замыслом и правдой Божией». Божественная правда – это изначально установленный Богом нравственный принцип бытия. Он может соблюдаться или нарушаться, но не может быть устранен. И когда человек и мир живет с Богом, с этим источником блаженства, он живет по правде Божией. Когда мир ушел от Бога, получается, нарушилась правда Божия, и появилась смерть, страдания, сделанный грех рождает смерть. Люди не могут не грешить. Поэтому, к сожалению, никто из людей не мог стать искупителем для своего ближнего. Но правда Божия должна изначально восторжествовать, потому что Бог не создал мир, чтобы нарушилась его божественная правда. Все люди не могли это сделать. Они попали в замкнутый водоворот греха. Если бы Бог сам нарушил этот свой духовный закон в угоду человеку, то это было бы попранием божественной правды. Поэтому человек, он должен быть наказан, должен быть удален от рая. Но вместе с тем Господь Бог прошел на землю сам для спасения человека, во многом и для того, чтобы заново вернулась и восторжествовала эта божественная правда. Вот когда в молитве «Отче наш» мы молимся, да придя царствие Твое, то мы этим самым как бы говорим о том, что мы, Господи, мы принимаем царство Твоей божественной правды, Твоей справедливости. По мысли святых отцов, для спасения людей недостаточно было просто просить грехи. Нужно было еще и избавить род человеческий от закона греха, от закона смерти, уничтожить господство греха и сатаны, а Божить – восстановить природу человека. И если для прощения достаточно было милосердия Божие, то для искупления, для спасения необходимо было Боговоплощение и восхождение на крест. Для уничтожения греха Спасителю следовало прийти в этот осквененный мир, жить в этом мире так, чтобы грех и смерть не имели бы над ним никакой власти. Для этого Господь берет на себя совершенно безгрешного, грехи всего мира и распинает их на Голгофе. Он попирает этот закон несправедливости и закон смерти. Вся его земная жизнь, страдания, начиная от воплощения и заканчивая крестной смертью, есть нечто иное, как спасение человека. Господь Бог добровольно подчиняется условиям этого грешного мира после грехопадения. Он переживает страдания, переживает богооставленность, переживает унижение. Все это стало таинственным жертвоприношением, где крест – это жертвенник, а Христос – это невинный божественный агнец. И в этом таинственном священодействии святые отцы видят высшее торжество божественной правды как осуществление тайны Божией. Мир после искупительных страданий Господних и смерти, он восстанавливается в соответствии с первоначальным замыслом Божиим. Это подчинение человеческого естества Христа тлению, смерти, есть принятие наказания за грехи мира. А почему мы говорим, что, в чем мы видим, что Господь Бог принимает на себя грехи? Он принимает грехи не только, когда он погруждается в реку Иерудан, когда он крестится, и не только, когда его распинают на Голгофе, а с самого начала своего рождения он берет на себя грехи мира, потому что он сам, будучи безгрешным, и этот земной мир с его грехами и злом над ним не властен. Но Господь Бог как бы позволяет себе жить по закону этого мира. Он позволяет неправде, греху, смерти приблизиться к своему телу для того, чтобы все потом это все разрушить. Если человек живет со Христом, то плоды искупительного подвига Христа становится достоянием и самого человека. По этому поводу преподобный Макарий Великий говорит, Господь приходит к смерти и повелевает изринуть души из ада и возвратить ему своими страданиями таким образом, как Господь Бог нас спасает не внешне, а внутри. Он исцеляет наше плоть, вдохновляет нас не подчиняться греховным принципом жизни. Повторим, что искупительная жертва есть осуществление правды Божией. Святитель Григорий Богослов по этому поводу говорит, что жертва приносится за людей, чтобы они осветились человечеством Бога. И в этом смысле Бог Отец, а в нем и вся Святая Троица принимает эту искупительную жертву. И дай Бог нам с вами тоже принять эту искупительную жертву Господа и принять в свое сердце Его благодатные дары. Христос воскресе! Воистину воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова